здравствуйте уважаемые участники здравствуйте александр всех рад приветствовать нашим первом вебинаре в этом году вместе с александром пользуясь случаем также всех поздравляю с новым годом да так как это у нас это первая встреча новый год год начался достаточно интересно безусловно будем смотреть как он будет продолжаться и встречаться вместе как мы обычно делаем раз в месяц для того чтобы смотреть на рынке и их обсуждать но всегда как перед началом я напомню что напомню о рисках всегда важно помнить о том что трейдинг инвестиции это деятельность которая связана с рисками с ними нужно разобраться ознакомиться и в том числе в рамках наших встреч мы безусловно касаемся данного вопроса и всегда обращаем на это внимание для тех кто присутствует впервые наших вебинарах скажу несколько слов про компанию компания адмиралс мы работаем уже более 21 года кстати в марте будет 22 мы работаем в разных странах до имеем большое количество лицензии работаем в одном правом поле с нашими клиентами не так давно была получена лицензия канады также южной африки и много много еще планируется сделать собственно в этом году мы предоставляем сервис для трейдеров и инвесторов то есть вы можете торговать можете инвестировать в разные активы в акции в тф и для того чтобы вы могли это делать мы предоставляем разные платформы от метатрейдера до своего мобильного приложения и также уже запускается наша собственная платформа которая будет доступна в кабинете где также можно будет совершать на сделки пользуясь случаем тоже скажу сделал анонс у нас началась серия таких встреч с разными трейдерами из разных стран с разным опытом и чуть позже я тоже пришлю ссылочку называется market talks она проходит на английском языке но чтобы узнать персональную историю каждого трейдера потому что все трейдеры разные все по-разному пришли к этому подходу то обязательно рекомендую если уже смотрели наше интервью с александром но я думаю что мы на английском языке тоже сделаем ближайшее время в течение нескольких месяцев и вот в таком же формате как у нас интервью с александром на русском языке мы также будем встречаться с разными трейдерами и следующий у нас будет феврале стих нисон тот человек который привез принес японские свечи в сша в европу и после этого многие трейдеры старыми пользоваться вот как раз поговорим о том как он к этому пришел и также со своей стороны напомню что у нас есть youtube канал на котором на который я также рекомендую подписаться после этого после того как закончу пришлю ссылку там у нас будет проходить конкурс где можно выиграть книгу с автографом александра и в целом если вы вдруг пропустите по какой-то причине нашу встречу то там на следующий день вы всегда также сможете найти запись начну как всегда с того что у нас произошло но собственно здесь я взял уже период с начала года до сегодняшнего дня обычно да мы смотрим на период месяца но это как раз месяц и в целом мы видим что рынке чувствуют себя довольно таки позитивно да многие компании с технологичного сектора подросли достаточно неплохо ряд бумаг ну не так много но в s&p показали там порядка 25-30 процентов рост какие-то бумаги показали коррекцию то есть целом фон достаточно позитивно да то есть начало года достаточно неплохое но всегда понятно что рынки могут любой момент поменяться и каждому трейдеру нужно быть к этому готовым собственно с точки зрения на то о чем хотелось бы поговорить сегодня да во первых александр да вот узнать про ваше начало этого года также поговорить про как мы обычно делаем про ключевые инструменты про ключевые рынки обязательно подведем итоги конкурса там кстати очень интересная картина у нас сложилась поговорим про текущую ситуацию на рынке разберем некоторые бумаги и также в конце у нас будут серии ответы на вопросы и в конце я расскажу про индикаторы александра и про правила конкурса все это у нас запланировано на сегодня вот со своей стороны очень рад снова вас видеть на новом году в двадцать третьем году будем надеяться что он для всех нас будет хорошим александр спасибо что к нам присоединяетесь не буду долго задерживать я думаю что уже все хотят перейти к сути нашей встречи александр с большим удовольствием передаю микрофон вам спасибо большое роман тем тем кто со мной еще не знаком и хочет познакомиться поближе рекомендую книжку выпущенную довольно много лет назад много лет назад калифорнийским университетом в который значит я прописан два раза книжка называется поисковые списки кгб это было очень давно но правда так что русский язык я выучил не для этого класса это это мой первый язык в америке есть шутка кто говорит на трех языках трех язычный на двух языках двух язычный на одном языке американец для меня три языка и на русский мой самый первый поздравляю вас новым годом кстати сейчас китайский новый год еще происходит он начался на уикенде до конца недели празднуйте ладно хватит хватит романтики давайте давайте заниматься делом дело оплачивает романтику и вы хотите чтобы я показал наверно свой экран а потом перейдем обратно на ваш да да давайте так сделаем окей тогда я иду сейчас на зум кстати всему у вас научился никогда не умел зумом пользоваться пока вы меня немножко не натаскали и и экран да все все я все в порядке да вы знаете прежде прежде чем показывать свой экран я вернусь к нему и на секунду остановлюсь и покажу вам совершенно другую картинку так шер скрин опять и я иду в снаггет шер кстати снаггет замечательная совершенно программа для сейчас вот сейчас видно да и вот здесь видно только меню видимо вы картинку нужно выбрать еще раз вот картинку сама не видно это подозреваю что картинку хотите показать еще раз тогда спасибо шер еще 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 но вот но контакт контакт снаггет а вот наверное здесь вот сейчас нам видна картинка да да все окей и здесь я вам хочу показать несколько графиков начиная вот с этого во первых на рынках очень сильное бычье настроение сейчас все считают что ух пронесло и вроде медвежий рынок кончился в америке есть очень хорошая аналитика мой давнишний приятель друг можно сказать зовут его джейсон гопфорд и он выпускает он у него был хеджевый фонд много лет он его закрыл и чтобы жить спокойнее занимается аналитикой выпускает бюллетень который называется sentiment марк sentiment трейдер чувства и трейдер и совершенно замечательные статистические исследования там выдает и вот это вот это вот вышло буквально один два дня назад он замеряет бычье настроение среди тех кого называют умными деньгами и глупыми деньгами он мне раза три объяснял как он определяет умные и глупые деньги я каждый раз кивал головой я все понимал но через через две недели этого уже не помнил но я только знаю что все это очень логично в верхнем крае значит верхней половинке этого графика показан индекс s&p в нижней половинке красная линия это глупые деньги а синяя линия это умные деньги так вот бычий уровень у умных денег 44 процента бычий уровень у глупых денег 75 процентов то есть огромный разрыв и я проведу сейчас добавлю немножко графики к этому по-моему не знаю зум не позволяет ну вот посмотрите это был это был январь прошлого года или март март прошлого года глупые деньги поднялись выше умных денег этого лепхушка это был июль август глупые деньги поднялись выше умных денег это была верхушка тоже произошло в октябре ноябре и это была верхушка небольшая и сейчас глупые деньги опять поднялись выше умных денег для меня это очень предозрительный сигнал к тому что рынок находится в очень опасном положении и раз мы уже оказались здесь я вам покажу еще один график это уже моя работа индекс новых высот новых низов долг не вдаваясь в очень долгие объяснения все знают индекс новых высот новых низов отмечает новые высоты это лидеры силы а новые низы это лидеры слабости я заметил какое-то время тому назад что все маломальски важные верхушки на рынке обозначаются бычей обозначается дивергенцией новых высот но не просто новых высот новых высот помноженных на капитализацию этих рынков например капитализация гугла или капитализация netflix гораздо важнее чем гораздо крупнее в сотни разов иногда крупнее чем капитализация каких-то мелких акций которые тем не менее котируется на бирже поэтому этот индекс новых высот новых низов вдобавок к простым цифрам умножает их на капитализацию каждой акции которая входит в этот индекс так вот это был август новый пик зеленой линии выше критической 20 триллиона 20 миллиардов по-русски наверное нет триллиона все таки 20 триллионов долларов второй пик пониже и это вверх то же самое происходило в октябре двойной пик зеленой линии и это верхушка идем в октябрь извините в декабрь в декабрь двойной пик и дивергенция новых высот новых низов верхушка и это то что мы видим сейчас на рынке то есть рынок сейчас находится сильно сильно рискованной ситуации и мы сейчас будем смотреть на ситуацию этого рынка глядя на сам индекс S&P но я хотел просто показать вам что кроется немножко глубже с одной стороны с индексом новых высот новых низов помноженных на капитализацию и с другой стороны с настроением горжевой толпы и умного и глупого сегмента на секунду выключаю этот экран с тем чтобы найти упс нажал мне на эту кнопку скринши и сейчас я ищу вот еще свой экран поехали вы смотрите сейчас на недельный график недельный график S&P 500 если вы читали мои книжки вообще следите за тем как я анализирую рынки анализ всегда начинается в широком масштабе а потом сужается то есть я делаю стратегическое решение на недельном графике тактическое на дневном смотрим на недельный график и здесь совершенно такой ключевой момент структура медвежьего рынка до сих пор была идеальной и сейчас она под вопросом и действительно вот ближайшие дни если может быть недели определиться как будет заканчиваться этот медвежий рынок я думаю что он закончится в этом году было было колоссально необычно медвежьему рынку тянутся два года но как он закончится будет еще страшнее прежде чем он закончится или самое страшное позади вот этот вопрос структура медвежьего рынка новый низ и ну и более низкая высота чем было раньше более низкий низ более низкая высота более низкий низ более высокой с высокая высота возникает знак вопроса но опять более низкий низ медвежий рынок опять подтвержден и более низкая высота и вот сейчас У нас было падение в декабре, и опять у нас появился более высокий низ. Если рынок сумеет удержаться над декабрьским донышком, а затем подняться выше декабрьского верха, то возникнет уже структура бычьего рынка, более высокие высоты и более высокие донышки. С другой стороны, если рынок здесь развернется, упадет и пробьет донышко прошлого года, то медвежий рынок продолжится еще какое-то время, еще несколько месяцев. То, что я назвал последним, я это называю сценарием А, а то, что я назвал сначала мягкая посадка, это сценарием Б. Вопрос, на который очень важно, ответьте, потому что от него зависит, как мы будем подходить вообще к игре на этом рынке. Смотрим на дневной рынок S&P. А, посмотрим на индекс силы теперь еще раз, но уже здесь. Я открою индекс силы классический, стандартный, без капитализации. Слева недельный график, справа дневной. И опять-таки, мы видим на недельном графике ситуацию, похожую на ту, что я вам показывал на предыдущем. Во время бычьего рынка индекс новых высот, новых низов держится выше нуля, а в медвежьем рынке ниже нуля. И вот место, где этот индекс поднялся выше нуля ненадолго, и это была верхушка. И вот опять индекс поднялся выше нуля, и опять это верхушка, и медвежий рынок входит обратно в свои права. Вот опять поднялся выше нуля, и опять поймал верхушку. И где у правого края находится этот индекс недельный? Выше нуля, но уже загнул вниз. Смотрим теперь направо. Справа дневной график S&P и индекс новых высот, новых низов в трех окнах – месячном, квартальном и годовом. В любое окно, куда ни посмотришь, имеется медвежья дивергенция. То есть две недели тому назад, когда это ралли было в полной силе, индекс новых высот, новых низов достиг новой высоты на дневном графике. А сейчас, на этой неделе, в то время как индекс S&P сегодня опять достиг нового рекордного уровня за 2023 год. Музыка, песни, да? Но в то же самое время индекс новых высот, новых низов вычерчивает медвежью дивергенцию, более низкий ток, показывая, что лидерство слабое. Можно взглянуть еще ближе, если хотите. Можно посмотреть на внутридневной график. Что мы видим здесь? Значит, с левой стороны – это 25-минутный график, с правой стороны – 5-минутный. И, значит, между каждой вертикальной… вертикальные линии разделяют дни. На 25-минутном графике мы выйдем раз, два, три, видим где-то около шести дней. На 5-минутном графике помещается только два дня – вчера и сегодня. Сегодня вышли новости, фундаментальные такие новости относительно уровня безработицы, очень низкий и уровня экономики высокий. И толпа обрадовалась этому делу, но в данный момент, по-моему, чешет репу и думает, если все так хорошо, безработица низкая, а уровень бизнеса высокий, то это не помешает Федеральной резервной системе продолжить повышать учетные проценты, а это всех ударит по загривку. И поэтому вы видите вот этот гап, рынок подскочил на открытии, и сейчас полдень в Америке рынок уже закрыл этот гап и торгуется ниже… Торгуется где-то на уровне этого гапа, то есть энтузиазм как-то не зашелся. И вот еще что очень важно, вот эта вот точка, я тут линию сейчас приведу, это самая высокая точка индекса S&P. Надо применять цвет этой линии, а то не видно. Стайл, сделаем ее красной и сделаем ее потолще. Вот так вот. Вот эта красная линия отмечает самый высокий уровень S&P до сегодняшнего дня, и он равен, я с утра записал, 4039 пунктов с копейками. И сегодня рынок с утра пораньше пробил выше этой линии и захлебнулся, и сейчас он торгуется ниже этой линии. То есть на наших глазах создается ложный пролом вверх. Я считаю, что ложные проломы, будь они вверх или вниз, являются среди самых лучших сигналов на рынке. Когда рынок пытается что-то сделать и заваливается, то обычно он после этого идет в другую сторону. Я считаю, что американский рынок стоит в очень опасной позиции на данный момент. Возвращаемся к стандартному графику. Стоит в очень опасной позиции. И мне думается, у меня нет какого-то, знаете, волшебного инструмента предсказать будущее. Но на основании множества факторов, как технических, так и фундаментальных факторов. На уровне и фундаментальных, и технических, я считаю, что это ралли готовы захлебнуться. И что рынок смотрит на низшую точку 2022 года. Это его мишень и хочет пойти пониже. Но при этом я хочу сказать, конечно, точного прогноза выдать невозможно. То есть его можно выдать, но его выдают те, кто пытается привлечь внимание к себе. Серьезный трейдер не может такого сделать. Но я считаю, что риск сценария А, то, что я вам сказал немножко раньше, пролом на новый низ и там конец медвежьего рынка, мне кажется более вероятным, чем сценарио Б. То есть, что вот уже все, мы уже дно видели в 2022 году и сейчас начнем карабкаться выше. Что касается фундаментальных факторов, я начал говорить буквально пару слов. Федеральный резерв продолжает повышать учетные проценты. И бычий рынок никогда не начинался во время повышения учетных процентов. Этот процесс должен остановиться. То есть бычий рынок может начаться, когда ставки стабилизировались. И их начали чуть... Они еще высокие, но их уже начали чуть-чуть опускать. А пока они поднимаются, это слишком сильный встречный ветер для рынка. Это самое главное. Плюс негативный фактор, какой-то совершенно нездоровый уровень оптимизма среди толпы. Плюс то, что инсайдеры, то есть владельцы крупных пакетов акций и верхушку управления любой компании обязаны сообщать о своих покупках и продажах в комиссию по ценным бумагам. И это статистика, которая доступна всем. Они не покупают. А это люди, которые знают, когда лучше покупать. Так что запишите меня в медведя, хотя в очень осторожные медведя. Но, тем не менее, пишите меня в медведя. Роман, это то, что я хотел сказать про S&P. Если вы хотите... Может быть, перейдем на ваши графики теперь, посмотрим на европейские рынки, на золото и так далее. Да, сейчас тогда запускаю. Спасибо большое, Александр, за вступление, за информацию по S&P, за ваши размышления. И вот открыл DAX. Смотрим на DAX. Слева недельный график, справа дневной. И если в группе есть новички, которые не были на предыдущих наших вебинарах, инструменты, аналитические инструменты, которые вы видите здесь, это мой ассортимент, то, чем я пользуюсь. Всегда недельный график слева, стратегическое решение на недельном, а дневной график для тактических решений с правой стороны. И всего лишь несколько индикаторов. Две скользящие и средние. И я считаю, что зона между этими двумя линиями – это зона ценности. Вот это зона, в которой рынок правильно оценен. То есть выше этой зоны он переоценен, а ниже – недооценен. Кроме того, конверт, который позволяет вам решить, находится ли рынок, между прочим, в маниакальном состоянии или в депрессивном. То есть он колоссально переоценен или колоссально недооценен. Вот Роман только что ввел внизу в августе, когда немецкий рынок глубоко упал, он был ниже конверта. Это была депрессия. Покупаем депрессию, продаем манию. А где он находится сейчас? Он находится в маниакальной зоне. Это не значит, что он развернется вот сейчас, сегодня. Но это показывает, что немецкий рынок переоценен и стоит ожидать проблем. В таком случае стратегическое решение. Покупать уже поздно, а имеет смысл посмотреть, играть на понижение. Переходим к дневному графику. И мы видим, что на дневном графике DAX уже потерял свое маниакальное настроение, просел немножко. Это не выглядит, как самая привлекательная сделка на понижение, потому что нет никаких дивергенций в индикаторах. Я считаю, что Франкфурт, что немецкий рынок стоит, что ждет коррекции, я думаю. Спасибо, Александр. Давайте посмотрим на евро-доллар. Идет от силы к силе. Идет от силы к силе. Причем валютные рынки характерны еще тем, что тренды длятся гораздо дольше, чем на большинстве других рынков. Почему? Потому что другие рынки – это свободная экономика, а валюта зависит от действий правительств очень сильно, центральных банков и правительства. Это очень консервативные организации, они быстро не меняют свои подходы. Поэтому тренды на рынках валют обычно держатся дольше. И мы видим, что начался колоссальный бычий рынок в конце прошлого года. Он продолжается и по сей день. И стоит ожидать, мне думается, его продолжения. И поэтому я смотрю на дневной график с правой стороны, только с одной, так сказать, колокольни, с одной точки зрения. Хочу найти моменты покупки. В любом бычьем рынке бывают каковременные паники. Вот такая паника была здесь. Роман, потому что я ввел ее показать. Была паника, и евро, доллар упал ниже зоны ценности. То есть он был недооценен. Сейчас он опять по верхам. Но начинает ослабевать. Он уже не может достать верхней линии конверта. И поэтому, если бы я торговал этой валютой, то я бы стал каждый день присматриваться и был бы готов купить погружение в зону ценности. Спасибо, Александр. Золото. Другой рынок, та же песня. Идет колоссальный бычий рынок. Причем, заметьте, что на недельном графике, если вы посмотрите на MACD и гистограмму, если вы посмотрите на индекс силы, они все в последние пару недель достигли новых пиков. Это показывает колоссальную покупательную силу. И в то же самое время мы сможем купить. Я хочу только на дневном рынке. Надо покупать, короче. Надо покупать. Этот тренд еще не дошел до конца. Скорее всего, не дошел до конца. Поэтому ждем, чтобы золото опустилось в зону ценности. Не ниже, а просто в зону ценности. Вот там вот и будет место покупателя. Спасибо. Нефть? На недельном графике нефти совершенно замечательная бычая дивергенция. Нефть достигла дна в августе. Ралли немного выше зоны ценности и падение до нового низа. Сравните, посмотрите, что произошло в это время с MACD гистограммой и с индексом силы. На августовском дне была показана колоссальная сила медведей. Потом оба индикатора пересекли свою нулевую линию. Я это называю, сломали медведю хребет. И потом медведь опять толкнул нефть вниз. И какова сила медведя вот в этом последнем падении, в декабре, по сравнению с августом? Гораздо меньше. Вот это и есть бычья дивергенция и сигнал становиться на повышение нефти. Переходим на правый край. И здесь мы видим картину, которую мы уже обсуждали в связи с золотом, в связи с евро-долларом. Покупаем, когда нефть опускается в зону ценности и готовы снять прибыль, когда она достигает, не обязательно касается, но подходит близко к верхнему конверту, где возникает уже переоценка, немножко маниакальное поведение. Вот там-то уже снимать прибыль. Спасибо, Александр. И были пожелания в чате напоминания о биткоине. Давайте на нее тоже посмотрим. Безумство храбрых, поем мы песню. Биткоин показывает еще раз, что когда рынок сильный, когда он депрессивный, независимо от того, что это рынок, ему полагается подняться просто, чтобы распугать немножко депрессивность. Биткоин упал где-то с 68-69 тысяч до 13, потерял больше 80%. Долго лежал на дне. Я говорю о недельном графике. И, наконец, где-то вот в октябре-ноябре опустился до новых низов, и продолжения тренда не было. Не знаю, что произошло, но вот, видимо, то есть, несомненно, был какой-то триггер. Биткоин вдруг встал на задние лапы и взлетел. Но я смотрю, что последний штрих, последний столбик его взлета на недельном графике значительно с левой стороны последний штрих стал гораздо короче. Это показывает, что уже нет такого кипения в толпе. Скорее всего, биткоин начинает достигать своей верхушки. Глядя на дневной график, биткоин все еще находится в маниакальной зоне, касаясь верхней границы конверта. Очень маниакальное состояние. Это опасное состояние. То есть, с такой же резкостью, с какой биткоин взлетел, он может здесь и упасть. Я думаю, что риск падения сильно увеличился за последние пару недель. Спасибо большое, Александр. Давайте тогда перейдем к части, где мы обсуждаем участников нашего конкурса и именно там те сделки, которые приходят. Как всегда, демонстрирую экран с теми сделками, которые были. И, как я уже сказал в начале, у нас произошло очень интересное изменение. Один из участников, Марина, она предложила Тесла. И сегодня Тесла открылась с гэпом. И как раз уйдя выше того уровня, где стоял тейк профи. То есть, если бы цена так высоко не ушла, то сделка бы все еще была открытой. И победил бы другой участник. То есть, Тесла помогла в последний день, буквально за пару часов до начала нашего вебинара, выбраться Марине вперед. Сейчас я тоже эти сделки покажу отдельно. Но что хотелось бы сказать, вот есть графа результатов. И в целом у нас практически все сделки, будь то те сделки, которые в лонг, или несколько сделок, которые были в шорт, они нашими участниками закрылись или по тейк профиту, или находятся еще в положительной зоне, пока еще не дошли до тейк профита. Было две сделки по S&P, что удивительно, мне по крайней мере было в лонг, но сделка закрылась по стоп-лоссу, на нее тоже посмотрим. То есть, в целом, картина такая, что январь был достаточно тех, кто выбирал на повышение, им это помогало, но и были те акции, которые показывали на коррекцию. Теперь давайте посмотрим на сами сделки. Сейчас я открою тейк профит, прошу прощения, открою Тесла и посмотрим уже непосредственно на графике. То есть, как всегда, рассуждение о том, как сделка была проведена, здесь у нас был вход Тесла, недельный график, как обычно, 148 был как раз тейк профит, и вот буквально сегодня цена его как раз проскочила, то есть он сработал как раз на открытие рынка сегодня. И вот здесь вход также на дневном таймфрейме. Замечательно, просто замечательно. Тесла, я вот в период времени сделал несколько, сделать на Теслу, все любили Теслу, когда она стоила выше 1000 долларов и была, кстати, в то время на уровне верхней границы конверта на недельном графике. А когда Тесла ниже нижней границы конверта, как вы видите на недельном графике, на своем, слева, то все ее ненавидят и только хотят продать, за исключением умных людей, которые говорят, товар на распродажу вышел, берем. Я иногда это описываю так, домохозяйка приходит в супермаркет, допустим, находит в супермаркет раз в неделю и закупает там в числе прочего там рыбные консервы, стоит две баночки за доллар, и один раз она приходит в магазин и висит объявление распродажа. Три баночки за доллар сегодня. Так она купит как обычно или побольше. То есть домохозяйка закупит больше. А трейдер идет мимо магазина и висит плакат. Туфли Балли обычно стоят 200 долларов, сегодня 120. Он забегает в магазин, снимает свои и говорит, купите у меня. Ну, накоротку позовем. Цена упала, будем-будем коротеть. То есть совершенно разумная сделка. Народ в панике, умные люди покупают. Так и надо. Спасибо. Еще одна сделка, которая была. Ну, вот еще одна позиция, которая также закрылась с прибылью, это компания Cinemark Holdings. Также недельная. Это должен был предыдущий победитель. Кстати, обе Марины, что интересно. И здесь точно так же вход недельный, здесь тейк-профит, но сделка не дошла до тейк-профита и здесь на дневном. Очень красиво. То есть здесь технически это даже красивее, чем Тесла, потому что в Тесле просто был один такой крупный сигнал. Недельный график ниже конверта. А здесь недельный график ниже конверта плюс великолепная бычья дивергенция. МСД гистограммы, МСД линий и индекса силы. То есть все три. Когда я вижу такое, то у меня расширяются глаза, я говорю себе, если не покупать это, то что покупать? И вот еще один инструмент, это была сделка как раз по S&P 500. Скорее всего, я хотел добавить эту сделку, там, во-первых, закрылась по стоп-лоссу, и, наверное, чтобы еще раз, то есть мы с вами говорили, и вы говорили, что тренд восходящий, подход к зоне ценности и вход в сделку по тренду. Вот. И здесь как раз была сделка, которая прислана, то есть казалось бы, да, тренд восходящий, но, как говорится, рассуждение мысленное, рассуждение правильное, но не совсем правильное время было выбрано. То есть здесь вот был вход на покупку, да, здесь стоял стоп-лосс, и здесь, соответственно, то же самое на дневном, то есть мы, во-первых, видим, что человек пытался зайти в сделку вот по этим ценам, и буквально пару пунктов цена прошла его стоп-лосс, да, и, собственно, пошла дальше. Этот участник купил в зоне, я смотрю особенно на дневной график, в зоне, где я бы никогда не стал покупать, покупал выше ценности. То есть вот эта зона ценности внизу. Да, я иногда куплю, встану на повышение, когда недельный график выше ценности, но дневной график должен быть или на уровне ценности, или ниже. А здесь я называю, я не буду говорить, как их называют, но это кто-то может обидеться, но смотрите, наш участник заплатил, покупая S&P, он заплатил 3996, а ценность S&P, если вот вниз провести вертикаль от этого графика, где-то 3900 с копейками. То есть он переплачивает 90 долларов и говорит, ну ничего, я переплатил, но я найду кого-то, кто переплатит еще больше. Это очень опасный подход. Надо покупать ценность или распродажу. А покупать выше уровня ценности может не найти другого такого любителя, который у вас возьмет, вы купили переоцененный товар, а он вам еще больше заплатит. Это маловероятный вариант. Бывает, но не часто. Спасибо, Александр. Я думаю, что как раз вот разбор таких сделок, особенно для новых участников и для тех, кто к нас приходит постоянно, особенно глядя на результаты за прошлый месяц, то есть общую тенденцию, я думаю, что подобные разборы достаточно неплохо помогают. Вот поздравляем Марину. Я обязательно напишу на Ютубе и расскажу, как можно будет получить книгу, а для тех, кто нас смотрит как раз на Ютубе про правила конкурса я расскажу уже непосредственно в конце. Также хотелось бы посмотреть еще на несколько отдельных бумаг, которые Александр вам направлял. Сейчас также я могу их начать открывать и после этого мы тоже сможем их начать тогда обсуждать. И первая бумага, которая была, это экспедиа. Очень был активный рост давно, с начала года. Да, это сейчас открыл. Знаете, люди занимаются по всему миру сейчас, даже в Китае, тем, что называется ревенш-травл, путешествие в отместку. Люди сидели полтора-два года под замком, никто никуда не мог поехать, все было заперти из-за пандемии. И вдруг все как-то в принципе стало открываться. Мелкие ограничения где-то еще чуть-чуть, но в принципе все открыто и народ просто рвется. Поэтому АЭкспиди это акция компании, они как туристический агент, вы у них можете заказать все от самолета до экспурсии, гостиницу, ресторан, все, да? И поэтому их акция фундаментально прет вверх. Кстати, акции авиакомпаний, акции круизных линий все испытывают очень хороший рост. Масса, у них куча бизнеса. Вот. Очень хорошее, сказать, фундаментально это правильная покупка и ухудшение пандемии. Все, пандемия прошла практически, ухудшение уже не предвидится, по мелочи тут и там. Поэтому акции туристических компаний в принципе очень привлекательны. С другой стороны, еще раз напомню, не надо покупать выше, не надо покупать их в маниакальной зоне. То есть в данном случае, кстати, маниакальная зона работает, но в какой-то прекрасный день она перестанет работать, поэтому я считаю в принципе гораздо спокойнее просто ждать падения в зону ценности и покупать в зоне ценности. Спасибо, Александр. Еще одна бумага, которую хотел посмотреть, это NVIDIA. NVIDIA где-то пересекается с биткоином. NVIDIA всегда была очень серьезной компанией, которая выпускала очень продвинутые чипы, которые скупали видеоигроки. то есть кто не играет в видеоигры, один чип на компьютере и все, а кто играет в видеоигры, покупали кучу этих чипов, а потом оказалось, что эти чипы можно было использовать еще для майнинга, чтобы выискивать биткоины. Так что на недельном графике замечательная бычья дивергенция была между весенним и летним или весенним и осенним донышком более низкое дно, sorry, более, менее низкое дно создало бычью дивергенцию и NVIDIA очень как-то интересно идет вверх и вверх и обратно к зоне ценностей вверх и вот сейчас опять по верхам и то же самое на дневном графике. Смотрите, кто-то купил эту акцию, вот прямо чесалось, необходимо было купить, когда она просто как на воздушном шарике была выше верхнего конверта и что хорошего здесь и предыдущий раз был где-то месяц тому назад здесь, да, а кто-то более умный и терпеливый ждал, пока эта акция опустится в зону ценностей и покупал там. Здесь вообще ниже зоны ценностей это самое лучшее место покупать. то же самое и сейчас на сегодняшний день. Nvidia в облаках, Nvidia котируется сейчас где-то по 196 по-моему, 196 долларов, а ценность одной акции график говорит где-то от 173 до 179, да, то есть купить ее сегодня это называется я называю покупкой по принципу наибольшего дурака. Я дурной, я переплачиваю, я плачу 196 долларов за товар, которому в красный день цена 179, значит 17 долларов я переплачиваю, но я найду еще кого-то специалиста, который мне переплатит еще больше. Их специалистов очень мало, да, поэтому лучше иметь терпение, ждать, покупать ценность, а не покупать горячий воздух. Спасибо, Александр. Еще одна бумага, которая показала противоположное движение, это Нортон Грамм. Да, очень странно, потому что с одной стороны такая милитаризация идет, с другой стороны это компания, которая делает военные истребители и плюс еще куча всякой техники. С другой стороны, с другой стороны, значит смотрим на недельный график и мы видим пару зон, где у покупателей было просто маниакальное состояние. Акция поднималась выше, вот здесь первая и вот здесь вторая, поднималась выше раз в два выше верхнего конверта. А сейчас у этого пациента маниакально-депрессивный психоз, или, вежливо сказать, маниакально-депрессивная болезнь, маниакально-депрессивный недод. И он депрессии. Касается нижнего конверта, если гистограмма опустилась до рекордно низкого уровня, и индекс силы в самом низу показывает колоссальную панику. Вот эти стрелочки показывают, что индекс силы выходят за конверт, значит кто-то выбрасывает огромное количество активов. Паника происходит. Паника не может длиться вечно. и паника закончится. Когда она закончится, то мы можем помочь этому пациенту, повысить его настроение с помощью покупки. Значит сейчас импульсная система красная. Вы это видите по линейке, которая в центре графика, на недельном графике. На дневном графике она уже перестала быть красной. Но подождем, когда она перестанет быть красной на недельном, я думаю военную индустрию еще никто не отменял. Норсет Гран это не новая компания, они десятилетия. Америка на них летает, союзники на них летают, никуда они не уйдут и не денутся. Поэтому надо подождать конца депрессии, чтобы пациента больше не было импульсной системы. Красная стала бессимна. и тогда переходить на дневой график и искать возможности покупки. Отлично. Спасибо большое, Александр. Как всегда, поговорили о интересных вещах, обсудили рынок. Спасибо вам большое. Будем рады вас видеть в следующем месяце, в феврале. и как я обещал также для наших участников, я в конце расскажу про то, как можно получить индикатор Александра и, конечно, про конкурс, в котором у нас проходит, в котором можно выиграть книгу с автографом Александра. Сейчас я переключусь на презентацию и покажу как раз то, как у нас проходит конкурс. Напомню, что конкурс проходит на нашем YouTube-канале, то есть, если вы смотрите уже на YouTube-канале это видео, то вот под этим видеоконкурс и проходит. Расскажу сначала про индикаторы. Вот то, как мы с вами смотрели в ходе нашей встречи, то есть, то, как мы смотрели примеры на платформе Metatrader, для клиентов Admirals есть возможность получить эти индикаторы бесплатно и использовать на вашем реальном счете. Индикаторы доступны на реальном счете, они работают на счете с балансом более 200 евро. Для того, чтобы запросить, необходимо написать на почту elder disk собака admiral markets .com Эта ссылка есть в описании к этому видео и вместе с самими индикаторами мы пришлем вам шаблоны, видеоинструкцию по установке, то есть, вы сможете себя воспроизвести точно так же, как мы сейчас видели это непосредственно в ходе нашего вебинара, только когда мы общались с Александром, вы в своем Metatrader также можете это все установить. Пишите запрос, если вы еще не являетесь клиентом Admirals, то обязательно наши специалисты помогут и подскажут, сориентируют то, как будет удобнее открыть счет. И по поводу конкурса, ну конкурс, я еще раз скажу, что это такой джентльменский конкурс, в ходе которого можно выиграть как раз книгу с автографом Александра, пока это последняя книга, которая есть, его самая последняя книга еще пока не переведена на русский, к сожалению, у нас ее нет, поэтому мы разыгрываем на текущий момент пока эти книги, и конкурс заключается в следующем образом, то есть, в середине как раз нашей встречи вы увидели объявление результатов, то есть, как мы смотрели эти сделки, собственно, этот конкурс вот такой вид и имеет, но он проходит у нас на YouTube-канале, то есть, нужно обязательно подписаться на YouTube-канал, поставить лайк к видео и в комментариях предложить одну сделку по одному активу, который торгуется в Admirals. У нас более там 5000 разных инструментов, которые доступны для торговли, поэтому, как правило, проблем не возникает, то есть, если это не какой-то малоликвидный рынок, то большая вероятность у нас есть, но вы всегда на сайте можете проверить. В комментариях нужно предложить актив, цену входа, стоп-лосс, тейк-профит и написать дату поста, то есть, когда вы оставляете условно вашу заявку на эту сделку. Собственно, идея в том, что когда вы видите какую-то рыночную ситуацию, вы предполагаете, что цена пойдет, допустим, вниз, вы пишете, что хотели бы войти по 165, как здесь у меня в данном, по 163, как у меня здесь в примере, по 166 у меня бы стоял стоп-лосс, а по 151 я бы вышел по тейк-профиту. То есть, сделка, она может быть исполнена в тот же день, то есть, понятно, что должно быть там несколько дней до момента тейк-профита с момента даты поста. Это может быть неделя, может быть месяц, как у одного из наших участников как раз по Тесла. То есть, сделка, она целый месяц продержалась и вот закрылась буквально-буквально в день вебинара. То есть, ключевое условие, что сделка должна сработать в период от одного вебинара до следующего. Соответственно, это с 27 января по 22 февраля. И если ваша сделка в этот период сработала от точки входа до тейк-профита, то вы сможете как раз победить. Ну и мы выбираем победителя с точки зрения того, у кого был больше процент движения, то есть, в данном активе. Чем больше процент, соответственно, у кого закрылась сделка по тейк-профиту, сегодня было таких достаточно много, но Тесла победила, то, соответственно, тот и получит книгу с автографом Александра. И важный момент, комментарии нельзя редактировать. С моей стороны, это все. Спасибо большое за участие. Обязательно подписывайтесь на канал, пишите ваши вопросы также в комментариях, пишите ваши пожелания. Не забывайте оставлять ваши комментарии к данному видео. Ну а мы с вами увидимся в следующем месяце, в феврале. Для тех, кто хочет смотреть нас непосредственно в Zoom в день самого вебинара, ссылка на регистрацию также будет в описании к видео. И обязательно на YouTube-канале также видео будет доступно. С моей стороны, это все. Всем желаю хорошего вечера, хорошего месяца. Всем спасибо и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok